Добрый день! Сегодня рассмотрим очередную мою сомнительную покупку. Это кубик от компании MF8, называется Grille 1 или Windows Grille 1. Есть Windows Grille 2 или просто Grille 2, а это 1. Причем второй существует уже очень давно, а первый вышел только что. И зачем бы он вышел? Здесь, наверное, интереснее не куб, а коробочка. Кубику. Давайте внимательно посмотрим. Вот Grille 1. Grille 1. Что-то по-китайски. То есть вот этот кубик внутри. Элитный скьюб у меня есть. Очень хочется скьюб роял. Почему-то здесь буквы наоборот стоят. Мастер скьюб плюс. Пока непонятно, что это. Курвикоптер. Такой есть. Центры вываливаются. Вот он, Grille 2. Вот этот. И здесь можно также заметить. Grille 3. Это на вид чуть ли не 4х4. Но по факту, наверное, 3х3 с кучей центров. Пока не очень понятно, как это работает. Возможно, стоит ждать. Почему я так внимательно все это рассмотрел? Да потому, что здесь есть Crazy Grille. А Crazy Grille сделан на основе гриля первого. Давайте его достанем, чтобы не только на коробочку смотреть. Инструкции, конечно, нет. Вот, гриль 1. И вот Crazy Grille. И мы видим, что база у них одна и та же. Но добавлен круг Crazy, который, наверное, сильно сборку усложнит. Он уже в продаже, Crazy Grille. Но торопиться его покупать я пока не буду. Подожду, не знаю чего. Но пока не хочется. Но становится понятно, почему выпустили гриль первый. Потому, что делали гриль Crazy. И базу от него тоже можно было продать. Но раз такое дело пошло, то 3-го гриля ждем непонятного мастера с кьюба. И вот это чудо-то. Royal Cube. Элитный с кьюб. Здесь он был. А вот элитный с кьюб. Вращается неплохо. Поэтому, возможно, и Royal Cube тоже будет ничего. Коробку в сторону. Смотрим на куб. В чем же разница? Второй гриль и первый гриль. Ну, для начала. Вращается как 3х3. Второй гриль у меня в цветном пластике. То есть трешка есть. Да, и мы видим, габариты одинаковые. Вес примерно тоже одинаковый. Все такое. Дальше. Можно вращать угол. И тут. Можно вращать угол. Можно вращением второго угла обменять как-то ребра. Что-то вот поменялось. И здесь можно сделать то же самое. Вот поменялись 3 верхних ребра. Этот функционал у кубиков одинаков. Что же есть еще? Можно вот у этих центральных элементов заменять такие вот уголки. Тут можно. Да и тут можно. Можно отвернуть. И потом сюда еще какой-нибудь поставить. К примеру, розовый. Можно. То есть пока все одинаково. Но на гриле обычном первым функционал закончился. То есть можно менять вот эти. Можно менять вот эти. А, но еще вот эти ребра разбиваются. И здесь также. Вот крупные двухцветные ребра. Их тоже можно разбивать таким образом. Должно быть вот здесь вот. Вот эти убрать. Розово-желтые, розово-желтые. Разъединил. Собрал. Каким-то образом. Так и здесь. Можно вот поменять. Да, и ребра потом собирать. По факту, если мы возьмем гриль первый, то этапы сборки какие? Сначала собираем центры. Спариваем ребра. Расставляем вот эти центральные элементы. И собираем как три на три. Решая по пути разворота угла, если он возникнет. Ну, на этапе ребер может быть тоже такой небольшой паритет. Что мы делаем на гриле втором? Мы также собираем сначала центры. Потом спариваем большие ребра. Потом расставляем средние ребра. Решая при необходимости такой же паритет, как и на гриле первом на ребрах. Дальше собираем вот эти вот микроребра. Вращаем маленькие уголки. Это единственное отличие от гриля первого. И потом собираем как три на три. Решая при необходимости разворот угла. И все. Вся разница. То есть, если у вас есть гриль второй, То гриль первый вам точно не нужен. Но если только вас не очень раздражает вращение второго гриля. И вам хочется вращения, которое чуть получше. Я купил в неокрашенном пластике. Пока это единственная доступная расцветка. Наверное, будут и другие. Но вращается, конечно, туговато. Но в чем главное преимущество? Вращается туго, но вращается. И мне кажется, со временем оно все-таки вращение улучшается. Здесь же, здесь же, вот, из рукаши выскакивает. Вращается иногда неплохо. Иногда застревает так, что проще в другую сторону прокрутить. Все из того, что оно вот такое вот желейное, и очень много вот этих вращающихся деталей. Вот одна чуть-чуть повернется, и уже все, клинит. Здесь детали поменьше. И просто, ну, может, сильно затянута головоломка. Может, большая сила трения. Ну, оно вращается просто туговато. Я ослаблять, естественно, не стал. Сборок пока мало. Я думаю, еще разработается. И вращаться будет лучше. Пока просто туговато. Но жестких локапов, таких, что бесят, таких нет. Да, здесь не просто так стоит и не корн. Они чем-то похожи. Если мы возьмем, пока не сломанные грани, то у Unicorn можно вращать также вот эти уголки, но только два. Этот уголок вращать нельзя. И получается, что Unicorn это как бы забандажный гриль-1. Собирается он, наверное, поинтереснее, но принцип сборки примерно такой же. Просто не все вращения доступны. И приходится там немножко изобретать, чтобы его красиво собирать. Хотя сборка примерно такая же. Почему я вспомнил про Unicorn? Я много раз собирал гриль-2. Но я почему-то не вспомнил, что на нем есть вот этот Unicorn-овский паритет с разворотом одного уголка. Выглядит он вот так. И когда я его встретил на гриле первом, я сразу про Unicorn-то и вспомнил. Я собирал сейчас вот и первый, и второй, и выпадали паритеты мне уже и там, и там. Не знаю, гриль, наверное, очень давно собирал, поэтому и не помню. Либо, на удивление, мне паритет не выпадал. Не знаю. Ну, давайте это отложим, а это уже перемешаем и соберем. Можем поворачивать сначала как 3х3. Кстати, пробовал смазывать, но пока что-то либо мало смазывал, либо время не пришло, а эффекта особо не почувствовал. Туговато, но вращается. Разбиваем все центры побольше, чтобы было собирать интереснее. Ну, и разбиваем ребра сильнее. Ну, вот как-то так. Выглядит неплохо. Пластик не окрашенный. Кто переживает за наклейки, держится вполне хорошо. Вот если посмотреть на Crazy Grill, тут уже есть очень маленькие элементы, и я за наклейки ручаться не могу. А здесь наклейки крупные, приклеены хорошо, держатся, ничего не задирается. брать можно. Ну, брать можно, если у вас нет гриля второго. Так, если у вас первый главнокоподобного типа, то гриль один вполне неплохой выбор. Кстати, логотипчик MF8 здесь какой-то вот такой вот с кляксой, ну, это иероглиф, и MF8 подписано. Здесь же просто MF8 выдавлено на каждом центре. Давайте собирать. Ну, для начала соберем какой-нибудь белый центр. Просто нехитрыми движениями ставим вот эти белые треугольнички на места. Один есть. Я поначалу пробовал собирать потом противоположный, как на 4х4, на обеих кубах, но это оказалось не очень удобно. Проще собрать смежный. Вот мы видим у зеленого, тут два уже на месте стоит. Поставим третий. Свободно вращает через желтую грань. И вот еще один. Собрали. Давайте соберем оранжевый, к примеру. Белая грань сбоку, а здесь без возвратных движений легко вращаем. Так, мне кажется, быстрее. Даже вот здесь вот удобнее. перевести на эту грань, чем ломать зеленую. Так. И только последние две. А, у нас еще пока три. Давайте третью соберем. Так. Еще один элемент. Вот так. Ну, а последние две уже делаем возвратными движениями. Вот нужно два этих желтых. поставить два сюда. Так. 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 Ну и еще. Ставим на место желтого. Заменяем на красный. Возвращаем. Центры собраны. Далее собираем ребра. И здесь простора для фантазии много. Давайте начнем с обыденного. Просто соберем одно ребро. Вот бело-красная половинка. И вот бело-красная половинка. Мы их движением угла соединяем. Заменяем на не собранная. И отменяем первое движение. Вроде не хитро. Вроде бы как везде. Можно продолжать. Вот у нас сине-оранжевое. Сине-оранжевое. Объединяем. Вот они. Стали рядом. Но я перехвачу. Чтобы сверху были пустые ребра. Мы делали это движением каким? Я его сейчас отменю. То есть отсюда вот сюда соединили. Мы понимаем, что на это место когда мы заменим вернется бело-синее. И можем попробовать сделать так если получится. Чтобы вверху здесь оказалось вот такое же бело-синее. Поищем его. Вот бело-синее. Меняем. Сине-оранжевое. Вот на такое не собранное где есть бело-синий элемент. Возвращаем. И вот у нас второе ребро собралось. Ребер 12 операцию нужно повторять несколько раз. Поэтому можно как-то сокращать движение. Смотрим еще. Бело-оранжевое. Бело-оранжевое. Наверное красивее было бы вот это сюда ставить. Чтобы заодно еще средний элемент встал. Давайте посмотрим. Отсюда сюда. А значит потом вот этот желто-оранжевый сюда вернется снизу. И было бы неплохо наверх поставить желто-оранжевый. Вот как раз неподалеку. Раз. Два. Три. возвращаем. Собралось. И какой у нас тут? Бело-оранжевое. Также можно еще больше ускорять сборку. Тут уже несобранных ребер мало осталось. Давайте какие-нибудь поближе подведем. что у нас есть. Зелено-желтый. Зелено-желтый. Так. Вот можно зелено-желтый поставить сюда и соберут сразу три элемента. Что неплохо. Также мы видим, что вот здесь вот у нас будет сдвиг. Вот такой. И вот на это место пойдет бифо-зеленый. А что нам мешает вот сюда белый-зеленый поставить? К примеру вот так. Главное, чтобы элемента хватило. Получается мы этот ставим сюда а белый-зеленый пойдет вот сюда. Раз. И у нас собрались два ребра. Их теперь нужно заменить на несобранные. Ну, для этого мы найдем какой-нибудь вот этот. Так. А для этого найдем отсюда. Можешь, конечно, находить такие, чтобы еще что-то собралось. ребро. сейчас, наверное, уже не получится. А, гляньте, как хорошо у нас еще вот здесь вот собралось ребро. А есть на что его поменять? к сожалению, уже не на что. Но так можно даже три. Возвращаем. И что получилось? Три не собранных, а два собранных куда-то ушло. Ну, вот таким вот образом можно и продолжать. Ну, просто ребер уже осталось мало. Сине-желтое, сине-желтое ставим сюда. Мы понимаем, что желто-красное сюда вернется, значит, желто-красное лучше поставить сверху. Вот так. Ну, и все. Ребра кончились. В конце могут быть еще две пары не собранных. Вот если бы я сейчас не угадал, вернее, не просчитал, какой стороной поставить замену, то могло случиться, что осталось два ребра не собранных. В этом случае пришлось бы делать флип. Давайте покажу. Сначала сломаем, поворачиваю, делаю флип. ну, из 4 на 4, из 5 на 5. Так. Вот. Разворот на месте. Мы видим, что два ребра не такие, как все. Ну, и чтобы это вернуть на место, выбиваем желто-красное желто-красное, разворачиваем ребро на месте. Любым причем способом можно и покороче. И возвращаем. и ребра собираются. Ну, а дальше мы пока не знаем, есть ли у нас паритет на ребрах, нужно собирать вот эти центральные элементики. Ну, я вижу, вот белый-синий, если его сюда поставить, встанет хорошо. И сюда нужно поставить какое-то несобранное. если повезет, то вот это синий-красный поставится сюда и станет хорошо. А как определить? Вот эти синие цвета, если они напротив одинаковые, то встанут как надо, при условии, что остальные цвета тоже совпадают. Вот сейчас ситуация удачная. Здесь цвета разные, напротив одинаковые. То есть мы за один пиф-паф поставим два ребра на место. А их таких все-таки 12. Делаем нехитрый пиф-паф, как на пирамидке или ради куб. Иногда бывает, что не довернешь, чуть клинит. Но гораздо меньше, чем на гриле втором. И вот сразу два стоят хорошо. Вот такие на месте развернутые лучше рушить. Мне так показалось. Вот два таких есть, их лучше ставить на замену, чтобы они не оставались в конце. Так, что я вижу? Вижу желто-оранжевое и вот желто-оранжевое. Они стоят рядом и цвета одинаковые. Значит нужно их поставить напротив либо одну из них развернуть. Я поставлю напротив. Вот напротив. Ну и здесь должно быть какое-то не собранное. Здесь такое есть. Вместо него поставлю вот такое вот, чтобы разбить. да? И нам вот это нужно сюда. Значит начинаем слева. Так. Вставляем сюда. Отменяем. Отменяем. Ребро собралось, а это разбилось, что тоже полезно. Теперь можем вот это белокрасное к примеру собрать. Опять они рядом, цвета одинаковые. Разделим их. и сюда какое-нибудь не собранное. Ну к примеру вот такое. При желании можно просчитывать, чтобы находилось нужное, но мы видим, что нужное вот желто-оранжевое оно тут же присутствует, уже не получится. Значит делаем как есть. Опять это сюда. Начинаем слева. Так, еще одно ребро собралось. Опять видим, что вот два тут двойное, тут среднее находятся рядом. И цвета у них опять одинаковые. То есть их либо расставить нужно, либо развернуть. Давайте на этот раз развернем. То есть может на себя вверх по часовой и вот так. И вот они также стоят рядом, но развернулись. Теперь вот это если сюда поставить будет хорошо. Вот на это место надо какое-нибудь несобранное. Заодно сломаем. Начинаем отсюда. Ставим. Так, собралось. Смотрим дальше. Зелено-оранжевое, зелено-оранжевое. Почему удобно вот эти перевернутые использовать? Потому что мы их тут же можем собрать. Поставим напротив оранжевое-оранжевое и какое-нибудь несобранное. Но здесь вот не той стороной. Попробуем развернуть. Уброк повезет. Вот так. Да, и теперь мы это сюда поставим и зелено-оранжевое станет вот сюда двойной двойной перестановка. так. То есть он два элемента поставили, но к сожалению у нас вот это бело-зеленое еще развернулось. Сейчас мы его тоже сломаем. Так, что здесь есть? А есть здесь интересная ситуация, которая приближает нас к паритету по всей видимости. сейчас мы соберем вот это ребро, а эти два останутся несобранными. А у нас сейчас посмотрим, может еще где-нибудь есть. То есть это собранное, два несобранных. Проверяем. Собраны боковые. Раз, два, три, четыре собранные. И тут четыре собранные. Да, мы получили вот этот реберный паритет, который есть на многих головоломках, в том числе и на пирамидке 5х5. И решается он точно так же. Что мы делаем? Нам нужно просто эти пары пересобрать. Каким образом? Ну, сине-желтые переставить вот сюда полностью. И тогда у нас вот эти элементики окажутся на своих местах, но быть может перевернутые. Для этого возьмем к примеру вот так. Мне лучше так. Вот одно, а вот другое. мы ставим вот сюда бело-зеленое. Вот это ребро разворачиваем любым способом, но лишь бы это не задеть. Я сделаю флип. Так, возвращаем. Теперь мы видим, что вот это бело-зеленое встало сюда, и нам нужно к нему же поставить вот этот элемент. но поскольку у нас всего два не собранных, надо вот этот бело-зеленый поставить вот на это место. Значит, мы развернем вот так, и вот этот на место двойного ставим. Так, делаем опять флип, и обратно. И здесь возможны два случая. Либо станет все хорошо, как здесь, либо вот эти вот средние останутся перевернутыми. Но это будет уже отдельный паритет, который нужно решать. Решается не очень сложно, можно догадаться самому. Ну, а дальше нужно что? Собрать как 3 на 3 и посмотреть, есть ли у нас еще один паритет. собираем крест. Как 3 на 3 можно собирать любым способом, центры здесь симметричные, это не важно. я буду использовать F2L. Так, первая пара готова, дальше собираем синя-красную. Хоть кажется, что прям совсем туго вращается, но вполне терпимо. Бывало и хуже. Собираем синя-оранжевую пару. и зелено-оранжевую тоже собираем. Туговато, но не клинит. Так, ага, ну, я уже вижу, что есть паритет, поэтому даже не буду пытаться решать OLL сразу. Сделаю как палку. Да, и мы видим, что вроде бы и рыбка, но какая-то накривая. Ну, сделаем наиболее похожее, чтобы вот эти два угла развернулись как надо. Если вы разворачиваете еще углы пиф-пафами, то здесь надо быть внимательным. Предположить, что у нас просто флип угла и пиф-пафами вращать до тех пор, пока правая часть не соберется. Я вот этот уголок не развернуто оставлю до конца сборки, чтобы уже на собранном показать, как решается паритет. Теперь мы расставим ребра по углам. Я сделаю этого в два этапа. Сначала ребра. Подворачиваем. Ну и теперь уголки. Стандартным алгоритмом, то есть понимаем, что если развернуть, он на месте не стоит. Делаем апперм. Ну и вот тот самый паритет угла, который возникает из-за того, что мы вращаем вот эти уголки, а вот эти центрики они одинаковые. По факту их можно менять местами, этот уголок поворачивать. Ну, в общем, из-за этих уголков, если я что-то говорю не так, то поправьте, какова природа. Глубоко не вникала, но в принципе очевидность то, что есть такое вращение. Я знаю много способов решения паритетов, некоторые я вывел сам, некоторые мне подсказали умные люди, но наиболее короткое это наверное R' U2R и поворот этого уголка. Такое же, давайте сначала на едини корне сделаем R' U2R поворот R' U2R поворот R' U2R поворот R' U2R поворот решилось и не так быстро, но также эффективно сделаем это здесь. R' U2R поворот R' U2R Pоворот U2R чуть не ошибся R' U2R поворот R' U2R поворот сейчас нам надо было развернуть уголок по часовой стрелке поэтому я его вращал всегда по часовой повторяем R' U2R в четыре раза и вращаем уголок в ту сторону в которую нужно если надо в другую то в другую вращаем вот такой Windows Grille 1 или просто Grille 1 я в принципе не жалею что приобрел но если у вас есть Гриль 2 то нового здесь ничего не увидите кроме более приятного вращения хоть и тугого второй гриль он все-таки иногда даже резко вращается пока не клинит если у вас гриля нет никакого то первый неплохой вариант чтобы познакомиться с этой серией головоломок я надеюсь что выйдет гриль 3 как-то он забавно выглядит но не факт что будет хорошо вращаться вообще на 4х4 похож но не знаю что это либо центры будут тут как-то сердито перемешиваться ну подождем что он быть может сделан не просто так же они рисуют хотя могут и просто так в общем головоломка приятная но не для тех у кого есть гриль 2 новых возможностей здесь нет но для новичков вполне подойдет мне понравилось а на этом все всем спасибо всем пока